Всем привет, наши дорогие зрители и подписчики канала. Вы, как всегда, на канале Семья на чемоданов. И сегодня в полном составе. В общем-то, как и всегда. Приглашаю вас сегодня в нереальный крутой выпуск. Ребятки, обязательно ставьте лайки, пишите комментарии, ведь мы в таком потрясающем месте, и этот выпуск точно разложивает вашего лайка. Погнали! Спал вообще, никому не мешал. У нас прям ранее утро. Прикиньте. Даже не пойму, что происходит. Звонит на мобильник, откуда вообще номер нашей постоянной зрительности. Говорит, срочно спустись вниз, там ждет курьер. Вообще, не могу понять, что это такое. Какой-то прикол, что ли, или пранк. Ну ладно, пойду спущусь, посмотрим, что это такое. Я, честно говоря, что-то вообще в шоке. В лифте спускаемся. Ну, пойдем сейчас посмотрим, что же это может быть такое. Вот они замутили. Смотрите, что творят. Да, шары сбегаются, фунты шары сбегаются. Вот это прикол. Сейчас. Держи. Блин, ребята, я сейчас развивусь просто. Это что-то невероятное. Вот так вот. Это просто от наших зрителей. Звонит нам Елена Орлова, вам огромнейший привет. Это вообще, это, прикиньте, это подарок на наш юбилей. Блин, мы сами про него забыли. Они вот так вот помнят. Они вообще в другой стране, в России, а мы здесь. Вот это просто чума. Сейчас посмотрим на реакцию на стенки. Главное, чтобы шары не улетели. Прикиньте, что происходит. Блин, посмотри, что они творят. Ой, это от кого-то, ну вообще, с чего это? Торт бери и читай. Держи. Юбилеем себе 10 лет от банды. Прикинь. Держи цветы. С каким днем рождения, говорю, у папы с мамой сегодня 10 лет вместе. Разживо. Спасибо, ребята. Вы такие сонные. Вообще, мы только встали. Какой красивый букет. Какой красивый тоже. Они где такое на рыбе? Я не знаю. Русскоязычный курьер. Я выхожу и говорю, курьер мне. Не-не, парни, парни, парни. Курьер мне, он говорит, да, сказали. Передать вам от вашей банды. И тут я просто офигел смотрю в торт. Прикинь. Нельзя делать шарики, нельзя. Это с юбилеем. Вот это да. Мама. Мама. Я 10 лет. Прикинь, у вас зрители, Настеная. Смотри, мне 10 лет. Я в шоке, такие красивые цветы. Комментируй, комментируй. Я в шоке. Че-то не уронила торт. Пока мы не сюда вообще задоставили. Представляешь, ну, какие у вас жители. Мирошка, пожалуйста, не делай. Я как-то целый. Я как-то целый. А, Боже, очень красивые цветы вообще. Такой торт красивый. Даже мы почти забыли про эту дату. Слушай, и песок, и ракушки, и море, и цветы. Это китайский. Какой торт классный. Слушай, ну, невероятно вообще. Ребята, ну, это офигенно. Это не то, что неожиданно вообще. Это вообще мы даже не могли представить, что такое вообще возможно. Это просто вообще. Я не знаю. Я, Гриб, я даже забываюсь. Мама! Посмотрите, какой красивый торт. Правда, вначале он у нас поехал и немножко треснул. Мирошка, стой, подожди. Это тебе паспорт. Так, сейчас будем делать праздничные фотографии благодаря нашим зрителям. Утро началось невероятно вообще. Просто сходу снимал, что я чувствую, то говорю, что думаю, то говорю, что говорю, то не думаю. Да, заспанные. Вообще даже толком не умытые. Уже хотим сразу записать благодарность. Мы только сейчас заметили, что здесь, оказывается, есть открыточка. Так. Так, открываем и... Ха, здесь банда. Настенка, читай. Александр, Санбат, Ксюша и две принцессы. Елена Орлова, Ди, Ольга Питер, Ленок, Анастасия Васильева, Таша. Наши любимые постоянные зрители поздравили нас с годовщиной. Создание нашей семьи. Вообще невероятно приятно. Спасибо огромное. Ребята, мы безумно благодарны. Мы просто... Мы вас любим. Спасибо, что мы у нас есть. Нет слов. Нет слов. 7 декабря у нас начались отношения, когда мы стали вместе жить. И именно отсюда мы считаем наши отношения. Потому что, как таковая свадьба, это всего лишь, по сути, это штамп в паспорте. А вот образование семьи, это все-таки у нас 7 декабря. Ну, для нас эта дата просто гораздо больше значит. Да, мы ее гораздо больше, чаще отмечаем. Да. Чем вот... Мы в шоке, ребят. Реально, спасибо. Спасибо огромное. Это просто... Ну, это действительно неожиданно. Это неожиданно, учитывая, что они из России все это организовали сюда, в Таиланд. И учитывая, что мы даже сами друг другу не дали таких подарков в празднике. У нас как-то так сложилось. Но это очень приятно. Это очень красивый букет. Невероятно вообще. Правда, букет просто невероятно красивый. Шарики, торт мы еще тоже заценим, на какой он вкусный. Дети на него уже покушаются. Мы хотим оставить торт на стрим. Но не знаю. И разрезать его с нашими зрителями. Но я вижу, что дети как-то нас смотрят и заглядывают на этот красивый торт. В общем, ребятки, спасибо. Спасибо, ребят. Огромнейшее. Очень приятно. Вы невероятные. Сумасшедшие. Мы вас любим. Я даже не думал такое, что такое возможно, серьезно. Спасибо. Это говорит о том, что нас окружают только лучшие люди. Да. Пошли резать торт тогда. Пошлите завтракать. А половинку оставим на стрим. Завтракать и пить чай. Спасибо большое. Мы вас очень любим. Спасибо вам огромное. С годовщиной. С годовщиной. Ну а теперь самое главное. Какой разгреск. Какой разгреск. Это прям полное олицетворение. Получается и море, волны и песочек. Блин, ребятки, спасибо огромное. Просто вы сделали наш день. Идите, скажите спасибо. Спасибо, зрители. Мы быстренько вызвали, как всегда, такси Чичко. И отправляемся в храм Истины. Очень рекомендуют к посещению. Поэтому мы тоже едем. Мы в такси. И опять хочу отметить то, что каждый раз с вами приезжает все лучше и лучше машина. Сегодня вот приехал вообще там на коричневом салоне. Это новая Toyota Cross, что ли, называется. Что-то как-то так. С таксишками здесь вообще никаких проблем нет. Прям очень комфортно, очень удобно. Мы доехали, долго ехали. Пробки какие-то нереальные в Паттайе, но окей. В общем, мы уже на территории этого храма. Здесь, пожалуйста, вот такой вход. Здесь огромная парковка. Сразу табличка No Drone Zone. Здесь на дроне летать запрещено. Либо согласовывать с администрацией, чтобы они давали добро на разрешение полета. Ну, в принципе, как и везде. Очень классно, что на четырех языках есть надписи. Вот есть наш язык. Русские места посадки и зона ожидания. Нам нужно сейчас двигаться в тикет, то есть в кассы, и покупать билеты. Сюда, кстати, вход не дешевый. Сейчас покажу по ценам. Здесь, я так понимаю, что куча программ. Ну, вот, собственно, вот, видимо, и цены. 700 бат взрослые, 350 детские. Что делать нельзя. Не знаю, почему нельзя. Ну, ладно, пойдемте покупать билеты. Здесь на входе можно сразу взять, значит, себе специальную одежду, чтобы не идти в открытых каких-то там шортов, лубках и так далее. Вот, как раз нас сейчас разворачивают, ведь на стенке нужно обязательно это сделать. Здесь можно, значит, купить за 250 бат, да? А можно взять на прокат за 200. Даю тут такую табличку. 96 номер. И потом по завершению уже можно спокойненько вернуть денежки. Ну что, добро пожаловать на вход. Вот, в общем, было непросто сюда зайти, если честно. Огромные очереди, потому что все хотят посмотреть этот храм. Сейчас будем смотреть, изучать. Действительно, он такой красивый. Он огромный просто. Здесь каждая лестница много что значит. С колясками сюда, кстати, нельзя. Мы ее оставили возле входа. Просто даже не то, что нельзя, просто здесь это с ней неудобно. Лестниц нет. Ну, конечно. И рожь, нравится, здесь животных много. Вон они, смотри, и рожь, кто стоят. Славички, не пропускай людей. Да, давай. Здесь есть такие мини-водопады. О, дети кричат, потому что там настоящие слоны. И вон, парни увидели. Ну, вы, наверное, слышали. Реакцию родика, он как павлин. Вот это. Папа, настоящие слоны. Да. Пойдем. Впервые я не одела в храм штаны. Я хочу шлоток брать. Да. Я хотела еще одеть. Думаю, ну ладно. Не, ну ладно здесь, по крайней мере, они на прокат. Смотри, бивни у этого. Посмотри, у них бивни. Да, вот это да. Вот это здесь территория. Вообще. Так, здесь зачем-то выдают каски. Я, правда, не знаю, для чего и почему. Пожалуйста, наденьте каску для вашей безопасности, написанная. Не знаю. Нам выдали каски. Не знаю, зачем они нужны. Может быть, если в случае, если слон наступит на голову, каска спасет. Можно купить, пока нет слоников. кормить слонов. Будете кормить? Да, пусть я. Так, ладно, сделаем... Доброе дело. Доброе дело. Только ты. Нет, она сразу располовинивает нам. Ням-ням, ням-ням. Тёма, Тёма, аккуратно очень. Подожди, помогу сейчас. Да-да, ложи им. Вы заберите корзинку, там он сейчас корзинку перевернёт и всё съест. Просто положи, Тёма. Не кидать, не бойтесь, не бойтесь. О, молодец. Родик, просто на ладошки, пас на ладошки. На ладошки давай. Мироша, давай. А вот там... Может, тобой уже макануешь? Тихо-тихо-тихо, дожди. Мирошка, давай-давай-давай. Давай-давай-давай, не бойся. На, не бойся. На, дай слонику. Мирошка, нет. Тёма, а его? Пойдём к тому. К тому дойдите, давайте. А он наложил, он не езжал. Он просто собирает, стоит, смотри. Да. Мироша, стой. Да, я покормлю одного. Пойдём к тому, пойдём. Опа. И они... Ложишь им прям в холод, они... Ой, стой-тих-тих-тих-тих-тих. Ой, прикольно. Не, вот это вообще круто. Тихо-тихо-тихо, рядышком не так пробегай. Они, конечно, на приезде, на цепи. Так, вот. Мирошку всё хотят, чтобы он это... Покормил. Мироша, не бойся. Мироша, не бойся. Всё, вот. Смотри, это слоник. Не надо, не надо, не чисть. Так ему прям дай. Дайте этому, он только хочет. Но для них... Мироша, не бойся. Мироша, не бойся. Тетя, отнеси, тетя, отнеси обратно. Ого, какой молодец. Мирошка покормил слоной. И вот, пошёл отдать тете. Какие они потрясающие пщелые. Но они отличаются от диких, которые как собаки на дорогу выбегают. Пойдёмте дальше. Классно? Ну да, да, да. Сетка обливается. Нет, ты знаешь, кстати, как-то писали, что типа вот слон на привязи, он говорит, и там начали защитники животных тоже писать про это, что говорит, вы представьте, то он весит несколько тонн. Для него это 100-килограммовая цепь вообще ничего не значит. Это как поводок для собаки, понимаешь? Поэтому ничего в этом страшного нет. Давайте посмотрим, что здесь. В этом храме очень много... Это же истинный храм. И здесь каждая конструкция, она обозначает что-то. В общем, ребята, на самом деле этот храм построен без единого гвоздя. Вы просто вдумайтесь в это. Это вот это все вот эти, не знаю, деревянные узоры, которые выточены, и все это соединение без единого какого-то самореза либо гвоздя, потрясающе. Здесь вот эти все скульптуры сделаны полностью из дерева. Посмотрите, даже ногти. Настолько все, как будто вот по-настоящему. И таких скульптур огромное количество. Здесь есть даже специальные бутики, где тебе могут сделать национальный наряд. Вот мы и подошли к этому храму. Прям вплотную посмотрите, как это смотрится магически. Обалдеть! Можно миллион раз смотреть на разные фотографии, но когда ты оказываешься здесь, это вообще не передать словами. Представляешь, да? Без единого гвоздя. Невероятно. Это была наша мечта его посетить, когда мы увидели это место в интернете. Мы очень хотели его посетить, потому что это какое-то волшебство. Волшебство, действительно, это волшебство. Это никакими словами не описать. Одно дело, когда ты видишь подобные сооружения, которые как-то сделаны по современным технологиям, а когда это сделано в волосатых годах и без единого гвоздя, это просто вау, ребята. Кстати, на территории есть всякие различные кафешки, есть вот слоны, есть лодки, можно покататься по всем этим речушкам, по озерам, либо вот зайти уже непосредственно в сам храм. Он, конечно, вообще, я не знаю, безумная масштабная какая-то история. Потрясающе вообще. Я не понимаю, как вообще все это держится, конструкция. Видимо, как раз для этого. И выдают каски, мол, типа, знаете, мало ли что. Обалдеть, просто обалдеть. Уникальность этого храма в том, что он построен якобы без единого гвоздя, хотя гвозди там есть, но они вбиты наполовину. И когда храм достроят, обещают их убрать. На самом деле здесь огромная территория. Лучше, конечно, приезжать пораньше утром, чтобы не попадать в такой солнцепёк. Здесь уже море. О, прикольно. Они, на самом деле, молодцы здесь. Сделали навес, тротуар, лавочки. И, по крайней мере, здесь идёшь, вот именно здесь очень хорошо продувает. И жара прям, это, как будто бы исчезает. И, кстати, хочу заметить, что таблички за чёрнутым дроном понатыканы здесь везде. Вообще везде. Есть огромное количество монах-детей. Прям детвора вообще, не знаю, чуть постарше Тёмки, но... Чуть постарше, да. Это он с другой стороны. Вот сейчас не совсем, наверное, будет видно всю эту красоту, потому что... Снимаю против солнца. Это лифт, посмотрите, это лифт деревянный. Как он вообще работает? Ничего себе. Мне интересно, сколько лет вообще строили. Храм Истины в Паттайе начал своё строительство в 1981 году и продолжает достраиваться по сей день. Власти обещают достроить его к 2025 году. Храм поделён на четыре тематических зала Индия, Китай, Камбоджа и Таиланд. Стихии огня, земли, воздуха и воды представлены на четырёх разных стенах индийского зала. Мы попадаем вовнутрь. Ребята, я не знаю, здесь просто невероятная какая-то красота. Вы только посмотрите, что творится внутри. Ничего подобного, ничего лучшее не видели никогда. Величественные колонны, возраст которых несколько сотен лет, охраняют храм от злых духов. Китайский зал отличается прекрасными статуями Будды, напоминающими нам о своём высшем кармическом предназначении. В этом человеческом воплощении семь статуй аватаров на каждый день недели вы найдёте в тайском зале. И там же с помощью специальной таблицы сможете найти день недели, в котором вы родились. Просто тайща, музыка такая красивая. Расслабляющая. Расслабляющая, да. Расслабляющая. Индийский зал посвящён стихиям. Огонь символизирует драконы, извергающие пламя. Землю, растения и животные. Воздух, деревья. А вода отражена воплощёнными в дереве океанскими волновьми. Здесь потрясающие балконы. Так выходишь, наслаждаешься этим прекрасным видом. Аааа, вот это красота! Не передай словами, друзья мои, здесь нужно обязательно побывать. Это топ-место, вообще, серьёзно говорю. Четвёртый зал – Кампаджийский. Здесь расположена деревянная скульптурная композиция, изображающая семью с тремя детьми. Чем дальше мы углубляемся, тем всё масштабнее и масштабнее храм. Смотрите, что здесь. Храм олицетворяет философию буддизма, и внутри храма представлены «Семь истин жизни». Первая истина – кто мы и откуда. Этот зал был возведён для того, чтобы передать первую истину жизни человека, а именно все люди по-настоящему происходят от одного источника, который есть в сочетании четырёх элементов – земли, воды, воздуха и огня. Вне зависимости от национальности, вероисповедания и уровня достатка, которые у каждого разные, осознание этой истины поможет вам как осознать равенство всех и каждого, так и относиться к людям одинаково. Вторая истина – как нам выжить. Как бы ни отличалась биография одного человека от другого, но развитие каждого из нас целиком и полностью зависит от естественных факторов. Это ещё одна истина, которая утверждает нас в мысли, что каждый из нас равен другим. Третья истина – конец жизни. В конце жизненного пути каждый из нас должен покинуть этот мир нагиб. С пустыми руками невозможно забрать с собой ничего, кроме благих дел и добра, которые мы творили для ближних, для тех, кто будет жить после нас. Осознание этой истины поможет сделать наше существование более осознанным и ослабить путы привязанности, сделать жизнь более уравновешенной и счастливой, принести благо нашим близким. Четвёртая истина – образец цивилизации. На этом этапе вы встретитесь с теми, кто уже оставил этот мир, но их история и благие дела продолжают жить и влиять на жизнь многочисленных последующих покалерий. В особенности это касается духовной жизни и жизненных установлений. Пятая истина – какова цель жизни? Эта истина направит вас на поиски цели вашей собственной жизни. Конечно, у каждого из нас она будет разной, и никто не сможет выбрать эту цель за нас. Поэтому каждый должен научиться правильному, должному поведению по отношению к себе, к своим близким и к людям в целом. Это направит каждого из нас к осознанию своей жизненной цели. Мы в меру своих возможностей поможем вам отыскать свою цель, продемонстрировав колонны окружающей трон в центре зала. Шестая истина – общество, двухсторонняя монета. Люди – общество, подобно медали или монеты, у которой всегда две стороны – хорошая и плохая. И зависит это в первую очередь от нашего поведения и поведения других людей. Седьмая истина – начало общества. Последний маршрут на пути поиска истины возвращает нас к начальной, самой важной точке, а именно – институту семьи. Семья – это самый первый из общественных институтов, который растит нас и создает нас как личность. Какими мы вырастим, зависит в первую очередь от семьи. Скульптуры и барельефы, относящиеся к семье, напоминают нам не только об отце и матери, братьях и сестрах, но и о тех, кого мы любим и почитаем, как родных и те, с кими мы чувствуем себя в безопасности. Разные панно наверху напоминают нам о родительском долге, а именно – дать жизнь, вырастить, дать образование, учить и воспитывать детей, чтобы они выросли достойными людьми, защищать и оберегать, дать профессию согласно увлечениям и способностям, поддерживать достойного спутника жизни, наделить имуществом как залог стабильности в будущем. Более подробную информацию про храм Истины вы сможете найти в нашем телеграм-канале. Мы туда закинули текст, брошюрки и много фотографий. Ссылка в описании. На территории есть еще очень интересная инсталляция, маленькие ветряки, электропанели, рисовые поля, животные, сделанные тучи, причем с анимацией грозы. Прикольно, как это вообще летит кукурузник. И здесь на стендах различная информация. Очень красиво. И все это по такую расслабляющую музыку. А здесь строится макет, маленький макет этого храма. И вы знаете, это что-то нереальное. Я много раз говорил про то, что я обожаю вот эти все маленькие истории, как люди воплощают эти гигантские здания в точную копию вот в такой миниатюре. Это просто шедевр. На этом дереве мы решили тоже себя написать. Значит, приобретаем такой серебряный лепесток, маркером. Мы напишем сейчас год и месяц, когда мы здесь были. Здесь будет написано наш YouTube. Так что, кто здесь будет на этом дереве, сможете нас найти и отправить нам фотографии. И еще, конечно, здесь, покупая вот этот лепесток 100 бат стоит, присоединяемся к пожертвованию и покупке медицинского оборудования. Вот что, в принципе. Да. Супер. В общем, приятно сделали и будем висеть здесь на дереве. 0,8,12,20,23. И теперь вместе нужно найти, куда нам повешать, значит, нашу эмблемку, вот так вот, семья на чемоданах. Так. Русского языка пока не улетели. Давай вот здесь вот прикрепим. На всем. Ну-ка, крепи. О, Маринка! В общем, ребятки, будете в этих краях обязательно. Поближе к королю. Вот. Наша табличка. Мы здесь сфотографируйтесь. Отправите нам. Семья, как вы считаете, это место стоит посещения? Стоит. Прикиньте, просто единогласно обязательно здесь происходит отвал башки. Серьезно. И обязательно, если увидели дерево с листочками, обязательно вешайте. Да. Вот я в самом начале говорил, что здесь можно сшить, значит, костюм. Здесь его можно взять на заказ. Мы здесь видели одного парня, который взял себе что-то наподобие такого костюма. И можно делать потрясающие фотосессии. Протем, когда они, пожалуйста, в национальных костюмах. Видите, как это здорово смотрится. То есть, если у вас нет ничего подходящего, вот, пожалуйста, и мужчинам, и женщинам. Ребятки, обязательно сюда нужно на самом деле приезжать прям на целый день с утра до самого вечера, не торопясь, ходить просто. У нас это не всегда. Фотографии, желательно в костюмах национальных. Это просто будет такая память шикарная. У нас просто дети разбегаются, время уже обед. мы поздно выехали сегодня, потому что вчера в стриме допоздна, просто до утра по нашему времени Славик был в стриме. Осторожно, Мироша. Идет. Ждет, он знает. Слоночки. Вот, поэтому, если у вас есть возможность, если вы вдвоем или ваши дети уже взрослые, можно взять костюмы, можно покататься на лошадках, можно посидеть в кафе. В общем, тут вообще есть чем заняться, действительно, и место красивое, и оно... Огромный парк. Огромный парк. И Мироша увидел слонов. Умиротворенная. Мирон, стой, не подходи, не подходи близко, Мирон. Мирошка молодец. Всю лестницу сам преодолел. А здесь теперь на вход такая очередь. Пойдемте. Так, нам надо сейчас сарафан этот сдать. В общем, все нам. 200 ватт вернули. Очень хорошо. Колясочка на месте. Руки надо помыть. Здесь на входе, кстати, есть раковина. Вот они, зверята. Маленькие кролики. Маленькие овечки. Привет. 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 Какие вы хорошие. Да. Мама, пойди свою козочку поглади. Вон еще козочки. помыть дом. Тулачники. Погладь. Лежат. что я тебе покажу, как он покажет. Алису. Стой, маленькая. Стой, маленькая. Ой. Мироша, тебе нравится? Мироша, тебе нравится? Да, я. Он такой, ммм, ням-ням. Надо покажать. Подойди, погладь. Родик. Подожди, подожди, Родик. Зали мы две бутылочки. А я хочу... Эти тоже хотят. Ааа, ты че ее? Родик, на, на беленькую. Держи крепко только. Пусть она эту козь. Пододели поближе, Наклони ей немножко, вот наклони ей, наклон. Ты зачем? Она что, выдирает что-то? Вот так? Да, она выдирает. Все, выдвигаемся домой. Подустали, конечно, мы. Конкретно что-то, потому что, наверное, мы еще и вообще не выспались. Как здесь Мирошка со всеми охранниками у нас здоровается или они с ним как здороваются? На самом деле, сегодняшний финал выпуска мы будем завершать, значит, в массажном салоне наши зрители. Посмотрите, как их много, как вас много. Пишите в комментариях, кто себя увидел и узнал. Дело в том, что на годовщину нашу насенку отправили на массаж. У нас был батл со славяном, кто пойдет первый на тайский массаж, так как мы в Таиланде уже месяц, но еще ни разу не были на знаменитом тайском массаже. Поэтому сегодня мы решили насенку вывозчику. Да, поэтому сегодня возле дома такой маленький колончик возле нас. Мы туда пойдем и попробуем что-то такое. Потом расскажу вам свои впечатления. Страшно, если честно. Ну, а папа проиграл, поэтому будет с нами купаться в бассейне. Да, на казах. А, будет на массаже. Прямо вот возле дома есть вот массажный салон. Не знаю, сейчас давай спросим. Здесь, в принципе, цены везде абсолютно одинаковые. Тайский массаж стоит 200 бат. Один час он длится, Настена. Ну вот, ванна, это же сокращенно. Вот, ну, сейчас посмотри, заходи, спрашивай. Мирошка, мы стоим здесь. Да, развойся. Пока не получается, но через час можно. Через час. Но можно не знаю, либо поплавать или купальник сначала. Поплавать сначала? Ну, пойдемте. Пойдемте. Пошли вот с райди. Вон, парни уже в бассейне, полоскаются, моются. Ну, сейчас с Мирошкой тоже к нам попозже присоедиться. Вот так вот. Настенка, да, кто-то первый попал на шкана. У нас такой небольшой бассейн, как правило, всегда пустой. Да, Мирошка? Давай, раздевайся скорее в душ. Комточки будешь? Да. Нет, мы же не на море. Снимай кофточку, Мирон. Снимай, давай, я сниму тебе. Трущик плавлю. О, стой, подожди. Подожди. О, молодец. Давай. Хорошо, вот прям вот так вот немножечко-немечко, пищи, злобки. Плететь. Парни вообще делают рекорды. Родик проплывает, получается, бассейн, это вот сейчас будет 8 раз, у него был рекорд 7 раз. Темка хочет 6 раз проплыть. Ну, посмотрим, получится ли. Вот так вот прям без перерыва туда-обратно, туда-обратно. Мирош, пошли купаться. Да. Да. Давай, выйди сюда. иди, прыг ко мне. Иди, прыг ко мне. Нет, здесь. Да. Здесь, здесь, спускай. спускай. Давай, что ты улетишь? Парни, ты спирил. Да, не пожалеете. Так, здесь. Здесь, где нет, тёска. А, Пустите, немножко. Что-то, за тёска. Алло. Алло. Это Родик. Пойдём, Родика поснимаем. Так он развернулся и пошел. Опа, сейчас врежутся опять друг друга. Вот как хорошо плывет, а? Хочет поставить рекорд свой, 10 бассейнов проплыть. А мы вот с Мирочкой. Так, Тёмка, Том, куда снимать? Давай, Тёмка, поснимаем. Где Тёмка, видишь? О, Тёмка. О, Тёмка, да? А ты показывай, как плаваешь. Показывай. Вот так вот Мирочка плавает. Вот так вот. Так, сейчас надо, знаешь, на Сёнка подойти. Я не знаю, как он это делает, но у него получилось проплыть 10. Стой. Только вынырнул, опять занырнул. 10 раз. То есть он туда-обратно, представляешь? А у меня только 6 пока получилось, сейчас на 7-ой плавлю. Обалдеть, вот это человек рыба вообще просто. Как ты, Родион, ты не устал? Вот мы конкретно накупались, а лягушат вообще не вытащишь из бассейна. Да, Мироша, дай. Попытка номер 2. Иду. На стриме спрашивали у ребят, какой массаж лучше сделать. Мне сказали, делай всего. Не знаю, сколько он будет стоить сейчас. Потом всё расскажу по своим ощущениям. Сколько заплатила, как делают, потому что нигде не читала, никакие отзывы. Что делать с тобой будет, как будут делать. Понятия, короче, не имею вообще, куда иду. Надеюсь, ничего не сделает со мной там. Дают какую-то юбочку тут. Помимо этой юбочки дают тебе ещё маечку. Я такой даже не знаю, куда, что тут одевается. В общем, с вами разбираться. Я переоделась. Вот в этот костюмчик. И сейчас мне будут что-то делать. Такие большие шортики дают. Кладут тебе сюда чистое полотенчико. Вот всё за шторочками у них здесь. Будет часто, представляете. Ну что хочется мне сказать, ребята. Я взяла самый стандартный тайский массаж за 200 бат. И что я хочу сказать, это что-то вообще суперкрутое. Я считаю, что каждая мама, которая в декрете, которая таскает ребёнка, не спит ночами, кормит постоянно спинам в напряжении, она просто обязана сходить на такой массаж. И это очень необычная техника. Мне напомнило, знаете, то, что когда я делаю МФР, это такая физкультура, не физкультура, я не знаю, как гимнастика, я не знаю, как правильно назвать. Это когда ты на роли таком катаешься, или когда ты делаешь диннисным мячом, или каким-то специальным массажёром, когда ты делаешь упражнения, ты прорабатываешь сам вот это вот все свои мышцы. Тут тебе массажист прорабатывает локтём, руками, ногами. У них очень сильные руки. Они тебе прорабатывают каждую точку, каждый застой, целиком, полностью, там, с головы до ног. Это невероятное какое-то ощущение. Даже не знаю, как описать. Мне, как человеку, который давно не занимался спортом, не делал никаких вот этих вот каких-то практик, типа, там, йоги, пилатес, как раньше я делала. Мне очень... Я почувствовала, что моё тело заработало. И это очень круто. Я не знаю, наверное, я затянула со своими ощущениями. Просто даже не знаю, какие слова подобрать. В общем, это суперклассно. Обязательно, если вы будете в Таиланде, или где-то вы увидите, есть тайский массаж, берите именно тайский массаж целиком. И это очень-очень классно. На этой расслабляющей нотке можно завершать данный видеоролик. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Не забывайте про наш телеграм-канал. Нас там, кстати, очень-очень уже много. До нового выпуска. Пока.